Сегодня в Таразе подвели итоги работы проекта развития молодежного корпуса «ЖАЗ-Проджект». В рамках регионального форума была организована выставка продукции, реализуемых победителями данной программы. Сколько участников нашего региона получили грант? Каковы основные требования? Подробнее в нашем следующем материале. Дилафрос Махмадулоева два года назад мечтала открыть свое собственное дело. Однако ей, умеющей вязать практически все, что угодно, никак не удавалось реализовать свою идею. Узнав о программе «ЖАЗ-Проджект», Дилафрос собрала команду, основала студию творчества «Ажур» и выиграла грант в размере 1 миллиона тенге. В настоящее время они обучают данному ремеслу на бесплатной основе представителей уязвимых слоев населения. И число получивших сертификаты уже сейчас насчитывается более 50. Все, что было сказано руками учениц, было передано на безвозмездной основе нуждающимся. Это 21 комплект, перинатальный центр, который был связан с 100% счастьем для недоношенных деток. Также мы передали вязаные, игрушки, детям, бесплатно, хорошую реку, в специализированной школе для трудных детей и подростков, а также участникам марафона на колесах. В целом в Жамбылском регионе в рамках «ЖАЗ-проект» было реализовано 206 проектов с охватом более 700 молодых людей. Помимо грантов, участникам ежемесячно выплачивались социальные стипендии от 40 до 60 тысяч тенге. Данная инициатива – отличная возможность для молодежи реализовать свои бизнес-идеи. Отметив основные направления программы, руководство области напомнило и о задачах на текущий год, порученных главой государства в ходе недавнего выступления в рамках открытия «Года молодежи». В прошлый четверг состоялся первый форум «Молодежь Республики Казахстан», где глава государства в своей произвольной беседе с молодежью определил основные направления, как мы будем двигаться в этом году. Прежде всего было обращено внимание на качественное получение образования. Второй вопрос – это был вопрос выделения жилья молодым семьям. Третий вопрос, который был очень важен, был задет, это развитие бизнес-направления в молодежной среде, выделение грантов под микрокредитование. Очень большое было внимание выделено независимости нашей республики. ЖАЗ-проект – это совместный проект Международного банка реконструкции и развития и Министерства образования и науки Республики Казахстан. Ее реализация запланирована до 2020 года. За два года программа уже охватила свыше 5000 человек. Мадиар Сирик, Азат Байтимир, 77 Ньюс.